Уважаемый Павел Иванович, уважаемые коллеги, огромное спасибо за награду, но речь пойдет об обманутых дольщиках. Итак, застройщик ООО ЛИСК, объекты, дом 32А, микрорайон университетский, на сегодня 80% готовности. 4 марта текущего года СМИ объявили о принятом решении в РИО главы администрации области Артамонова по этому дому. До 25 марта объект должен был быть передан новому застройщику. 2 апреля этого года в ходе прямой линии Артамонов заявил о том, что Орелстрой заходит застройщикам на этот объект и что все договоренности имеются. Орелстрой отвечает, что договоренности с администрацией не достигнуты, хотя дольщиками этого дома подписаны и переданы в Орелстрой нотариальные согласия о переходе к новому застройщику. По дому 24 улица Ударников, поселок Ксырский, 80% готовности, договор о передаче дома новому застройщику строймастер подписан и находится на регистрации. Дом номер 3 по улице Богдана Хмельницкого, стадии та же, котлован, никакого решения нет. По всем трем домам застройщика Оулиска в его работе не ведутся. В общем, эта проблема сохраняется все два года, последние. На совещании с дольщиками 14 марта заместитель главы администрации области господин Тузов лично говорил о том, что подобные совещания будут проводиться регулярно, раз в 10 дней. Однако 14 марта это совещание в подобном формате было первым и последним. Как это понимать? Элементарное неуважение или вранье? Застройщик ООО «Эскавелес», дом 2,15, микрорайон Елецкий, стадии та же, котлован. Дом планирует передать строительной компании «Глобус». Строительные работы не ведутся, все без изменений. Застройщик ООО «Экстроймаш». Пять домов со строительными адресами город Липецк, улица Сверидова. Дома номер 22 и 10 31 марта официально сдали в эксплуатацию. Акты приема и передачи не подписаны, ключи не выданы. Почему? Не готовы документы, так объясняют. Это связано и с банкротством «Экстроймаша». Людям обещают подготовить и выдать документы и ключи в период от двух недель до трех месяцев. Как это понимать? Дома 8 и 9 вялотекущие работы. На третьем доме строительные работы не ведутся вообще. Застройщик СУ-10 Треста Липецк-строй, 50 лет на УМК. О достройке речи никакой нет. Застройщик АО ЛИК, объект Микрорайон Елецкий, дома 2 и 2.9. По информации от дольщиков, эти два дома передают новому застройщику Орел Строй. По отзывам дольщикам работы ведутся даже в две смены. Это самое, так сказать, светлое пятно. Микрорайон Елецкий 3.1, дом признан проблемным. Ведутся работы по передаче новому застройщику Глобус Групп. Строительные работы обещают начать в апреле. На доме 1.19, микрорайон Елецкий, работы не ведутся. Вывод, что изменилось за полгода. Поменялись заместительные администрации по этому направлению. Начальник управления капитального строительства. Но кардинально проблема обманутых дольщиков не решается. Вряд ли к концу первого полугода дольщики получат свое жилье, как это было обещано. Политика заманить достройщика выделением земельных участков может закончиться созданием новых очагов напряженности. Решение о размещении на 19 микрорайоне трех 25 этажек может не состояться. На прошлой неделе на публичных слушаниях в администрации города Липецка жители высказались категорически против. Инженерные сети просто не выдержат. Что предлагала фракция КПР, вы помните. Предусматривать выделение средств на достройки из областного бюджета. Как это делается в других субъектах Российской Федерации. Не получается. Значит, предлагаем изучить возможность решения проблемы с участием АО «Свой дом» и государственной корпорации развития. Если и это не подходит создать мощное строительное подразделение, можно назвать его народным предприятием. Опыт, Павел Иванович, есть в стране. Люди ждут конкретных решений и действий, а не бесчисленных разговоров. Поэтому прошу депутатов иметь это в виду. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...